А теперь по 60 лет прожили, теперь им все сносят. Куда что девать? Вот так пометили, это все под снос. Поставили крест на дарах огорода. Жители поселка Лесной в попыхах спасают летние заготовки. Территорию, на которой находятся десятки погребов и сараек, отдают под строительство резервуара для воды. Есть где хранить их? Не знаю, не знаю, что. Увезут родственники. Сын вот приедет из Бийска, внук приедет. Ну что теперь делать? Отдам кому-нибудь. Я не знаю, как дальше быть. И нам дают, вот три дня дали. Убирайте все из Солонину и где хотите, там и обоснуйте. Уезжала, платила, приехала. А тут уже все, там середину уже все разбомбили, все уже снесли. У меня там погреб. Процесс уже запущен. В администрации гордо пояснили, что снос построек согласован на всех уровнях. Земельные участки по лесному 14 под строительство предоставлено Комитету по энергоресурсам безвозмездное срочное пользование Алтайкраимуществом и согласовано размещение водопроводной сети Комитетом по строительству, архитектуре и развитию города. По поводу же компенсации за постройки власти ничего не пояснили. Но вот что говорит юрист. В случае, если земельный участок самовольно занятый, то ни о какой компенсации речи быть не может. И администрация имеет полное право на освобождение этих земельных участков. Потеря погребов еще полбеды. Дело в том, что резервуар, который появится на этих руинах, не решит проблему с водой, утверждают жители. Старую часть лесного многие годы водой обеспечивал местный комбинат труд, скважина его. Но это не ресурсоснабжающая организация. И брать плату за услуги комбинат не имеет права. Власти решили навести порядки, построить емкости и качать воду с единственной рабочей водонапорной башни лесного. Ее давления и мощности башни не хватает на сегодняшний день. Сейчас начнется сезон полива. Ее вообще будет не хватать. И с нашей башни еще сюда дадут воды. И тогда мы будем все сидеть вместе без воды. В поселке есть еще одна башня в частных руках. Но она пока законсервирована. Но люди искренне не понимают, почему нельзя ее запустить. Тогда бы вопрос с погребами и водоснабжением вообще не стоял, уверены жители. Если будет вот так, с емкости, мы все погибли, погибли. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.